добрый день мои дорогие любители вязания сегодня у нас с вами узор не знаю даже как показать на камеру так чтобы он хорошо смотрелся узор у нас вот для такой кофточки которая сейчас на экране как вы видите да очень нежная очень ажурная легкая кофта получается так что мы с вами на сетке вяжем такие своеобразные как бы цветы мушки птички все что угодно она смотрится настолько очень изящно и красиво она кокетка или как бы окат горловина оформлена цветами и здесь очень красивая на мой взгляд кайма у нас с вами есть ряд схем у нас есть вами вот выкройка да вот сама схема самой каймы вот она вот так вот выглядит я думаю мы это же с вами разберем смотрится на очень красиво сам узор и и вот у нас с вами выкройка этой кофточки видите сама кофточка горловина оформлена вот так вот большим размером большой вырез для того чтобы вот здесь нам поставить с вами как бы кокетку своеобразную чем приятна эта кофта по мере вязания мы с вами сможем видите вот убавлять и прибавлять на талии допустим да мы с вами можем делать окат наших проймы и точно так же вот горловина вот у нас вами есть цветок которые соединяются вот такую как бы видите кокетку сверху нашей кофты оформляется горловина не знаю насколько нужно вязать вот этот цветок потому что он очень прост я могу сказать что для начинающих наверное таков то будет сложновато для более опытных вязальщиц как идея можно рассмотреть поэтому цветок я думаю будет видео я делать не буду потому что он простой мы с вами сейчас разберем сам узор узор как вы понимаете мы с вами можем применять не только для этой кофты мы можем его применять для любого другого нашего изделия понимаете то есть он достаточно интересен и мы с вами разберем кайму следующим уроком я сделаю кайму она тоже очень красивая опять-таки можем применять в любом нашем изделии и так кому понравилась идея присоединяйтесь сейчас с вами свяжем вязать я буду с нитки тулип ярно тулип вот такая вот вискозная нитка синтетическая да она сама в изделиях смотрится красиво в вязание опять-таки хочу сказать что не для начинающих она скользкая сложно прятать хвостики ну а в изделии смотрится достаточно интересно мы с вами разберем узор именно на это если если этот на меня связано с очень тонкого хлопка то вот сейчас разберем вот с такой для образца я набрала пятьдесят четыре воздушных петли и теперь мы с вами вяжем одну воздушную петлю и через одну на цепочке я провязываю как бы начальный столбик без накида и мы вяжем весь ряд арочками 1 2 3 4 5 на основании мы с вами отсчитываем от 1 2 3 4 в четвертую столбик без накида и давайте посмотрим на схему мы вот с вами начали вязать вот с этого ряда мы должны провязать сами 1 2 3 4 4 арки и по окончании 4 от 4 арки должны связать пико далее опять 1 2 3 4 5 6 перед началом 6 арки опять-таки пико и завершить еще четыре арки поэтому сейчас мы с вами вяжем арки 1 2 3 4 5 отсчитываем на цепочке 1 2 3 4 и провязываем столбик и так как мы с вами говорили я связала вот 4 арки и и на ней вяжу пико 1 2 3 провязываю пико опять 5 петель 1 2 3 4 5 на основании отсчитываем 1 2 3 4 и столбик и так продолжаем и так смотрите 1 2 3 4 5 5 арок мы с вами связали и опять пико 1 2 3 по мере вязания вы поймете периодичность и конечно у вас будет схемы вы сможете как бы сами просчитать с какой периодичности когда мы с вяжем пико мы провязали опять 1 2 3 4 и так довязываем до конца и так мы с вами завершили вот первый ряд нашего образца поворачиваем вязание и вяжем 5 воздушных петель 1 2 3 4 5 и под первую арочку провязываем столбик без накида во второй столбик вернее во вторую арочку я провязываю столбики с одним накидом вот 1 2 и 3 3 воздушных петли 1 2 3 накид и в эту же арочку и еще три столбика это мы с вами вяжем вот эти цветочки которые будут у нас походе проходить по всей сетке запуталась так и вот 3 сейчас посмотрим что у нас в итоге получилось и мы с вами должны закрепиться закрепиться вот под следующей арочкой и вот видите что у нас какое начало получилось второго ряда далее мы с вами вяжем арки 1 2 3 4 5 ударку здесь у нас с вами нижнем ряду было пико мы вяжем перед этим пико пико почему сейчас посмотрим дальше опять 5 воздушных петель 3 4 5 и вот под следующую арочку мы тоже зашли тоже провязали столбик без накида и опять пико 1 2 3 то есть вот мы с вами как бы расширяем наши арки пико давайте посмотрим на схему вот у нас с вами схема вот смотрите вот была центральная пико видите следующий ряд мы расширились в следующем ряду мы добавим еще будет не 2 а 3 пико то есть под с этой точки допустим до вот этой это у нас с вами раппорт он составляет как я посчитала 21 воздушную петлю и вот периодичность вы поняли сейчас давайте посмотрим даже на образце да эти вот наши мушки вот наши пико вот мы сами сделали два и вот у нас три пику следующем ряду а далее мы с вами видите вот расширили потом уменьшили то есть вот такой своеобразный ромбик у нас получается из арок с пико и так второе пико мы с вами сделали теперь 1 2 3 4 5 заходим под арку и вот смотрите вот теперь у нас начинается уже как бы следующий раппорт мы с вами вяжем накид делаем и под арку провязываем по три столбика между ними 3 воздушных петли 3 и 3 1 2 3 накид и вот сюда периодичность я думаю понятно и должны теперь зафиксировать наши столбики в следующем следующей арке а дальше смотрите вот наше центральное пико то есть мы с вами здесь и здесь делаем пико переходим вот сюда и опять вот в предпоследней арочки должны будем сделать начало нашей вот этой вот мушки и так вот смотрите мы с вами провязали мушку потом вот мы сделали сетку спико опять мушка сетка последняя мушка мы закрепились с вами подаркой и здесь мы должны с вами сделать столбик 2 воздушных петли и вот в начале вязания мы вязали здесь с вами столбик без накида в него должны зайти и провязать столбик с одним накидом для того чтобы вот так вот выровнять наше вязание вот так вот выровнять наше вязание поверачиваем вязание и я вижу 1 2 3 вот у нас с вами арочка в нее мы будем вязать продолжать наш цветок мушку я провязываю столбик с одним не довязанный столбик с одним накидом 2 и 3 и соединила вместе 3 воздушных петли и под арку провязала столбик без накида это у нас как бы с вами получилось вот первый лепесток 1 2 3 накид и опять мы с вами не довязываем 1 2 3 воздушных петли и опять-таки под эту же арочку провязываем столбик без накида вот у нас с вами 2 лепесточка и вяжем последний 1 2 3 накида 3 недовязанных столбика с одним накидом и соединяем их в одну вершину так вот вот что у нас с вами получилось далее у нас идут арки видите мы с вами вяжем 1 2 3 не 5 а 3 воздушных петли и под первую арку провязываем столбик без накида как вы помните мы говорили что мы сейчас с вами должны увеличить количество пико 1 2 3 это будет первое пико 1 2 3 4 5 под арку это второе пико 1 2 3 1 2 2 3 4 5 столбик без накида под арку видите вот у нас с вами 1 2 и 3 пико 3 воздушных петли и провязали пико а далее смотрим по рисунку что у нас задали по рисунку у нас идет мушка 1 2 3 накид 1 2 3 накид 3 столбика не довязанных с одним накидом соединили и 3 воздушных петли 1 2 3 и опустились под арку далее мы все с вами повторяем вот что у нас должно получиться итак вот смотрите мы с вами завершили ряд и важный момент окончание нашего образца мы 3 воздушных петли давайте я под распущу чтобы было более наглядно вот у нас 1 воздушная петля 2 и 3 вот у нас была арочка из 5 петель мы с вами начинали столбик теперь я делаю 2 воздушных петли накид и как бы вот в основании этого столбика провязываю столбик с одним накидом мы как бы с вами выровняли наше вязание видите и поворачиваем на противоположную сторону и будем дальше вязать следующий ряд у нас будут сплошные арочки мы с вами как бы мушки закончили вязать теперь 1 2 3 4 5 и вот у нас с вами была посмотрим где у нас арка давайте мы должны с вами провязать вот как бы в уголок нашего цветка под арку столбик без накида вот так вот теперь 1 2 3 4 5 мы с вами вяжем столбик без накида вершину центрального цветка лепестка нашей мушки вот зашли мне получился соединительный но надо столбик без накида вот так и так 1 2 3 4 5 мы опять с вами вяжем вот как бы в вершинку нашего лепестка или в самую первую петлю арочки столбик без накида вот у нас пошли арки 1 2 3 4 5 и вот сюда теперь у нас столбик без накид как вы помните мы говорили что мы теперь с вами видите добились трех пико теперь мы их уменьшаем то есть мы вот здесь сделаем пико в этой арочке сделаем пико у нас будет 2 1 2 3 пико 5 5 петель 1 2 3 4 5 подарку и опять пико 1 2 3 3 да и пико не знаю можете попробовать и может быть 5 4 какому что нибудь больше но думаю будет не очень красиво по схеме просто нарисовано пико сколько петель не сказано далее смотрите 1 2 3 4 5 мы с вами должны провязать вот как бы вершинку опять-таки до нашего лепестка и вот сюда 3 в 1 или в последнюю петлю парочки и вот у нас с вами видите сетка мушка дальше опять 1 2 3 4 5 центральный лепесток нашей мушки далее но все с вами повторяется до конца ряда вяжем образец и так мы с вами провязали последняя вот арка и теперь важный момент завершение ряда 2 воздушных петли накид и мы вот эту точку должны зайти и провязать столбик с одним накидом как бы выравниваем наш край поворачиваем вязание и опять у нас с вами будут арки я начала вязать уже арки 5 воздушных петель столбик 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 у нас получается с вами 1 2 3 4 арки через 4 арки мы должны с вами сделать опять-таки пико смотрите вот два пико и вершина это как бы последние пико вот в этой у нас с вами в этом наборе мы завершаем вязать пико и точно так же мы с вами доходим до вот этой сеточки с пико и вот в этой арочки у нас тоже будет последний так мы весь ряд у нас с вами арочки только в двух местах у нас будут пико и так я прошла весь ряд арочками как вы видите вот у меня два пико и последняя арочка 5 воздушных петель и мы с вами заходим под вот эту арку и закрепляемся поворачиваем вязание и теперь у нас перед нами стоит вот какая задача смотрите вот здесь мы с вами такой ромбик с пико завершили а у вас следующего ряда мы в шахматном порядке начнем новый ромбик и в шахматном порядке мы с вами тоже начнем вязать мушки давайте посмотрим схему я думаю может вам будет более понятно вот мы провязали с вами вот вот этот вот ряд видите вот пико давайте даже отмечу чтобы было вот оно одно пико вот второе пико вот у нас с вами полностью прошел ряд и вот мы с вами завершили теперь мы должны сделать 5 петель подъема и вот там где у нас с вами была мушка видите вот делаем начало нового ромбика из пико видите опять вот мушка у нас была пико новый ромбик вот наша мушка пико и здесь формируется новый ромбик в следующем ряду а там где у нас с вами была вершинка вот этого ромбика из пико мы с вами будем что делать формировать новую мушку я провязала тот ряд о котором мы разговаривали с вами и вот смотрите вот у меня напротив мушки пико пико и вот мушка 3 пико арочка и здесь мы с вами опять таки делаем 2 воздушных петли накид и вот в этом соединении мы провязываем с вами столбик следующий ряд мы с вами будем расширять наш вот этот ромб с пико и уже сформируем следующую мушку я думаю это будет последний ряд который я разберу потому что далее уже будет все повторяться 1 2 3 4 5 мы зашли с вами под арку и как помним да мы должны с вами сейчас увеличить количество пико у нас будет 1 пико 1 2 3 4 5 и второе пико 1 2 3 и пико смотрим где была наша вершинка вот у нас значит мы сейчас с вами что делаем 1 2 3 4 5 я вяжу столбик без накида под арку а вот вот это у нас уже арочка следующее это уже будем формировать мушку это 1 2 3 3 воздушных петли накид и следующие три столбика дальше у нас все понятно да мы с вами фиксируемся под вот идущую арочку по ходу движения 1 2 3 4 5 под арку и уже пико следующую арку пико все дальше мы с вами повторяемся и так я вот завершила еще один ряд и вы видите что у нас с вами получается из этой пряжи смотрится узор хорошо с хлопковой пряжи смотрится хорошо да то есть вопрос то чтобы подобрать и и уже можно осуществить допустим такую идею на этом моменте я хочу с вами попрощаться понравилось вам видео ставьте лайки подписывайтесь на канал а вам творческих успехов и до скорых встреч